Методы традиционной школьной системы подходят не всем. Некоторые родители хотят, чтобы школа предоставляла детям больше свободы и уделяла время не только умственному, но и нравственному, духовному и творческому развитию. Есть несколько вариантов, которые позволяют освоить школьную программу в нетрадиционной системе. Во-первых, найти школу с альтернативной методикой преподавания. Второе, перейти на заочную или очно-заочную форму обучения в государственной школе. В-третьих, перейти на семейное образование. В последнем случае учебная программа осваивается вовсе без посещения школы. Чаще всего ребенок учится дома, а за качество и результат отвечают родители. Они могут по своему усмотрению выбирать программу, учебный план, пособия и ресурсы. Можно глубже изучить любимые предметы, подробнее останавливаясь на интересных ребенку темах. Можно осваивать программу ускоренными темпами, замедляться там, где требуется. Никто не будет спрашивать, как конкретно учится ребенок. При этом родители не обязаны становиться учителями собственным детям. Зачастую их дети посещают учебные центры и различные развивающие студии и кружки. Тему семейного образования продолжим с нашей гостью. В студии Елена Дементьева, руководитель Центра поддержки семейного образования. Доброе утро. Елена Викторовна, доброе утро. Итак, почему все больше родителей, которые решили не самым таким традиционным, общепринятым способом заняться обучением детей, выбирают семейные центры? Почему? Действительно. Сейчас, посмотрите, такое время, которое требует немножко и другого подхода. Современные педагоги даже говорят о том, что мы готовим ребенка к будущему и не имеем права его учить вчерашними методами. А сегодня до такой степени мир изменчив и требует, значит, больше гибкости, больше именно креативного мышления, какого-то критического даже мышления. И именно поэтому, наверное, самое важное – ребенка подготовить, если к будущему, то сделать его конкурентоспособным с искусственным интеллектом. И поэтому сегодня очень важно научить ребенка задать правильный вопрос к искусственному интеллекту. И в таких центрах зачастую действительно предоставляют огромную возможность таких способов и тех методик, которые применяют для того, чтобы для ребенка подобрать индивидуальный маршрут, чтобы ребенок шел в своей скорости, в своем темпе, раскрывая все то, что уже есть внутри. Ну, звучит очень интересно. Вы сказали составить конкуренцию искусственному интеллекту. Как будто бы звучит такая заявочка очень серьезная. Что делает ребенок? Какие занятия в таких центрах есть? Конечно, это нетрадиционная школа. И в таких центрах зачастую нет классических уроков. Зато есть очень огромный такой исследовательский путь. То есть даже занятия строятся на универсальных метапредметных таких связях. Если, например, ребенок, увлекшись изучением тела человека, то, идя в изучение этой темы, он может написать эссе про свои чувства, про свои эмоции. И это тоже тело человека. Он может на так называемых уроках математики посчитать тело в цифрах, а значит, сколько кубометров крови в день, сколько вдох-выдох, и поглощает ребенок, взрослый, любой человек, кислорода, сколько выдыхает при этом. И это для него очень интересно. И параллельно идет изучение математики, русского языка, и окружающего мира. Мы затрагиваем анатомию человека. И для ребенка это намного интереснее. В таких центрах есть большие лаборатории, где можно действительно непосредственно изучить и свое дыхание, и состав крови. Ну, например, сейчас я немножко увлеклась биологией, но я знаю точно, в таких центрах и к той же математике подходят нестандартно. Как? Как казалось бы, математика. Казалось бы, да, действительно. Но когда ребенок начинает через свои собственные ощущения понимать, что такое единица, беря себе на ладошку маленькую бусинку, и понимая, что такое миллион, когда этот же миллион представлен такими же мелкими бусинками, но это объем. И он перестает бояться, бояться разрядов, бояться больших цифр, потому что для него одна тысяча, одна сотня, один миллион, это все все равно в пределах десяти. Можно воспринимать предметно буквально, визуализировать. Да, да. Но понимаете, математика, математика – это и весь мир за окном. И тогда дети точно, когда они универсально и метапредметно понимают, выходя за пределы своей квартиры, дома, они начинают видеть эту математику, что все растения развиваются также по законам математики. Они видят закон Фибоначчи в растении, в дереве, в куст, во всех окружающих растениях. И учатся замечать тоже закон золотого сечения, потому что это в каждом цветке, в каждой траве. И это намного глубже и намного шире восприятие мира. А какие методики в центрах используют? На сегодняшний день в Хабаровске много центров, и распространенная методика Монте-Сори, которые применяются, применяются сложные образовательные практики. Это практики критического мышления, это практики развивающего обучения и методики, например, субъектности так называемой. Сегодня субъектность – это тоже важная составляющая каждого ребенка. Это личностная. Насколько ребенок уверен в себе, насколько он умеет делать выбор. А значит, он ставит перед собой цель, и эту цель несет сам ответственность за те результаты, которые он достиг. И поэтому здесь намного важнее своя собственная оценка, умение самоанализа против той внешней оценки какого-то взрослого. И это совсем другое. Доктория, расскажите, а как выглядят учебные классы? Что необычного? В чем отличается от обычного учебного класса? Какие-то, может быть, ручки другие, какие-то чернила, бумага другая. Как парты расставлены, не знаю. Конечно, в таких центрах есть парты, есть стулья, но нет классического прочтения, использования этих учебных предметов. Ребенок может сам вправе выбрать то место, где он будет сегодня что-то изучать. Он может выбрать, он будет индивидуально это делать или в составе какой-то группы детей. Есть, конечно, какие-то ключевые уроки, которые проходят классические, но чаще это может быть просто изучение в лаборатории, это может быть на полу, когда разложены схемы, карты и парты мало, и тогда нужен целый класс. Иногда это уроки, уроки на природе, и на природе это может быть и математика, и литература, и это может быть, конечно же, изучение ботаники, но это даже и те уроки чувствования, которые тоже проходят в таких центрах. Чувствование природы, единение с природой, лесные ванны, на сегодня это тоже очень распространенная методика. Ну хотя бы традиционное что-нибудь остается, например, просто доска, мел, или все тоже другое, все чего... Чаще используется многоролевая такая модель в обучении детей. А что это значит? Ребенок не всегда роль ученика, он может быть тоже в роли человека, который рассказывает всем остальным о своих результатах, а значит, он стоит как раз у доски, стоит смелым и показывает свои результаты в виде тех схем, мини-конспекта, которые он составил сам. Очень интересная такая свобода получается. Ну это вообще, конечно, разрыв шаблона. Людмила, сейчас, а вот учебники, по которым учатся, они кто-то специально их пишет, материалы эти? Учебников нет. Нет учебников. Но знаете, что происходит? Ребенок сам себе пишет свой собственный рукописный учебник. Он изучает темы, конечно же, в пределах федерального и государственного стандарта. И те мини-конспекты, которые он составляет по ходу той темы и той теории, которую он получает, он делает листы, которые вшивает в себя папку. И по окончании, например, курса начальной школы, у него есть свой собственный рукописный учебник русского языка, где собраны все правила, орфограммы. И ему просто, пролистав, понять и вспомнить, что же именно он изучал. И потому что он сделал это сам. Елена Викторовна, если родители сейчас у экранов заинтересовались, а я думаю, это очень даже, вероятно, очень большой шанс этому, куда можно обратиться, куда можно привезти ребенка на занятия? Наш центр семейного образования «Крылья». Мы находимся в Уссурийский бульвар 45. Это район прудов, площадь Ленина. Ждем вас у себя. Да, приходите. Большое спасибо. У нас в студии была Елена Дементьева, руководитель Центра семейного образования «Крылья». Спасибо.